Россиянина взяли в плен на китайском телешоу. Эта новость уже облетела весь мир. В социальных сетях начали распространяться призывы спасти пленного. Несмотря на отсутствие голоса, Лилуш, такой у него псевдоним, уже несколько месяцев вынужден выходить на сцену азиатской версии «Фабрики звезд». Лилуш родом из Владимирска, и настоящее имя кумира китайской молодежи Владислав Иванов. Высшее образование парень получил в Китае. Благодаря хорошему знанию трех языков, молодой человек и попал на вокальное шоу. Если верить информации из открытых источников, Владислав должен был помочь молодым талантам из Японии подтянуть разговорный китайский язык. Однако, приехав вместе с подопечными на съемки шоу, на Иванова обратили внимание продюсеры проекта. И закрутилось. Парня уговорили стать участником «Фабрики» на несколько недель, так как не хватало еще одного конкурсанта. Правда, свое обещание китайская сторона не сдержала. И 27-летний Приморец стал заложником ситуации. После первого появления Иванова на азиатской сцене он стал звездой по неволе. Влад не улыбается и неважно поет, но зрители в восторге. Несмотря на успех, парень просит фанатов за него не голосовать, так как хочет вернуться к нормальной жизни. Но публика упорно выбирает его. Покинуть шоу добровольно Лилуш тоже не может. Иначе по договору его ждет большой штраф. В социальных сетях уже появился хэштег «Свободу Лилушу». Правда, подобная акция пока не принесла результат. Приморец прошел финал телешоу. Если фанаты в очередной раз проигнорируют просьбу кумира, он попадет в бой с бэнд. А значит, контракт продлят автоматически. В любом случае, возвращаться в Россию Иванов пока не намерен. Об этом он сказал в одном из своих видео. Алина Черненко, Станислав Лазебный. Новости на восьмом.